добрый вечер дорогие мои на канале приюта ангелов и мы пошли гулять по нашей любимой дороге мы здесь дышим воздухом матушка видите жива не совсем здорово но жива ну и я так начал подготовку к операции много всяких анализов оказывается нужно сдать всяких узи пройти надеюсь что подготовимся мы с вами сейчас поговорим об очень сложной теме о которой очень сложно говорить и не очень-то любит это делать все больше того у нас если вы не знаете вышел специальный указ нет приказ который выставил перечень тем о войне которые не должны касаться блогеры потому что иногда рассказывая или показывая тем более всякие передовые позиции всякое вооружение или обсуждая тактику и теги боя блогеры выдают ланых или подсказывают врагу какие могут быть планы какие могут быть действия той или иной операции и поэтому вот вышел приказ там очень много ради я вам буду так покажу его название и перечень и там по моему больше ста пунктов которые нужно сейчас всем блогерам знать поскольку это действительно уголовное наказание а то и в каких-то вариантов может быть расценено как предательство родины поэтому приступая сейчас к этой теме я вас сразу хочу предупредить о том что никаких технических или тактических стратегических моментах речь не идет речь у нас пойдет все-таки о нравственной стороне войны которую никогда нельзя назвать чистой и нравственной поскольку с любой стороны с той и с другой бывают всякие случаи тем более люди находятся в гневе в ненависти страшных обстоятельствах когда они видят гибель ближних или кровь ближних это людей может выводить из себя и они лишаясь вот такого самообладания могут творить все что хочешь как говорят наши народные всякие поговорки война спишет все война дело грязные и так далее там подобное а как же тогда можно войну расценивать страстной точки зрения и вообще какие могут быть к ней применены некие правила нравственности и они всегда были разные знаете это истории войны показывает то что в разные времена по-разному к ней относились и по-разному воспринимали тех кто как воюет я начну с более-менее понятных времен слова полку игореве вот ведь в то время ходили на войну предупреждая друг друга иду на вы то есть указывая о том что я иду и было доблестью если честный происходит бой князья к сожалению наши же русские друг с другом воевали но выходили на бой вот с такими правилами в том числе и с правилами первого бойца то есть не обязательно это сталкиваться было всему войску мог выйти один боец или один князь мы с вами и такие знаем в истории случае и этот князь если побеждал войска расходили никто не терялся но побежденный должен был выполнить требование этого князя вот это нравственная часть войны а я вам скажу так нравственная ведь это вот честная такая можно сказать битва которая предполагалась как битва качественных людей совестливых людей и здесь конечно ссылались на удачу удачи это богини войны или на помощь божию если мы христианами стали и здесь большая роль отводилась именно потому что кто победил тот и под попечением бога то есть вот такая была еще нет раньше можно конечно и раньше кое-что вспомнить как например амазонки ведь это действительно была такая история причем эти амазонки жили в придоне я бы сказал это тоже русские женщины которые это только название им дали после амазонки поскольку они вот в таком но они лишились всех мужей в боях а земли их враги отхватывали отхватывали и вот они взяли как марфа посадница по моему да матушка была такая которая организовала да и во вторую мировую войну был помните женский батальон или даже полк которым командовала женщины был вместе с женщин на самом деле они мало отличались от обычных воинов настоящие амазонки и в тех же доспехах и так далее это уже после вот такая сказочный их образ что они какие-то а так это женщин которые научились боевому искусству и в велесовой книге или то в табличках ведь рассказаны как они воевали даже иногда с детьми за плечами негде было оставить детей и побеждали чем побеждать умением умением и какой-то степени злостью или отчаянностью ну видимо в описании их еще говорит о том что те кто шел против них все время впадали в шок что на самом деле женщина но находят скифских курганах находят действительно захоронение причем захоронение женщин в поле в полном воинском обмундировании и поэтому это такая реальная история про войну где и женщины играют значение какой-то период мы с вами помним появилась некое такое образованное общество некие как они себя считают цивилизованные люди которые научились войне правильной и стали практиковать войны по правилам мы с вами тоже можем вспомнить как и петр первый обучился иностранным правилам ведения войны и даже стал обыгрывать в том числе и шведского короля карла который был самый считалось в европе хороший воин и войско у него было при этом сама технология войны требовала от солдат дисциплины уже тогда появились понятия что значит каждый на своем месте что значит выучка что значит дисциплина и самое главное взаимопомощь поскольку одни обязательно должны были помогать другим если что-то происходило но так как война шла по правилам то иногда случались казусы когда одна часть вместо того чтобы идти и помогать другим оставалась на месте поскольку у нее были такие и что это было а я так скажу что здесь тоже честности праведности правильные отношения к себе к своему служению играли большое место для нас с вами можно так сказать пиком совершенства вот такой войны где честь и взаимопомощь становится чуть ли не главным условием с изменением правил войны выступил александр васильевич суворов александр васильевич нет мы гуляем спасибо мой хороший вот сладкая жизнь хорошие люди нам привозят так что дай бог ему здоровья это очень удивительно идешь говоришь о чести благородстве и вдруг человек останавливается суворов до чего довел главный принцип что благородным становится солдат вот до суворова солдат не считался как какую-то часть войск которые может рассуждать которые имеют какую-то свои задачи или принципы все ты стоишь твоя кали беги и все остальное дело суворов ввел понятие что офицер и солдат равны они не равны по возможностям я вам неоднократно рассказывал что солдат это один против одного богатырь это солдат старший солдат один против десяти здесь мог выходить дальше у него были витязи это один против семидесяти витязи были багратион кутузов у суворова ну и другие известные потом платона известные потом лица ну и генерал один мог против тысячи выходить но как выходить конечно уже стратегии тактикой то есть вот такие у него были понятия и вот это я ставила этих людей этих воинах такую позицию в армии и можно так сказать в строю где он отвечал не просто за себя отвечал за всех и поэтому суворов оказался непобедимы поскольку его воины воевали не каждый по себе не все вместе каждый сам но все вместе но со всеми вместе это удивительная история после суворова совсем пошли другие воинах на самом деле стала превалировать вот эта немецкая форма ведение войны где техника где порядок где правильное мундирование и и что и пошла запутанность и пошла значит не понимали как это другие могут не так воевать к кутузову наполеон посылал генерала с письмом что кутузов ведет неправильную войну что что это тут сзади кто-то нападает на войска наполеона что какие-то там партизаны появились который денис давыдов который громил этого врага это было такое недоумение такое для наполеона непонимание поскольку до этого он привык в том правильном порядке правильных значит штанах и с правильным ведением войны выигрывайте битвы и вдруг еще раз вспомним марию посадницу дениса давыдова ну и других других многих кто грабили наполеона сзади и ничего с ними поделать не смог кутузов ему ответил ну я же не руковожу этими людьми они не в моем войске я с вами воюю так как полагается хотя тоже мы помним что у него арьергард во главе с багратионом сделал не меньше чем передовые части принимающие бои на себя и перехитрил в конечном итоге перехитрил в конечном итоге первая мировая война была самая безнравственная война появились технологии которые после были запрещены признаны всем человечеством как безнравственные это химическое оружие это биологическое оружие ну в общем много всего что в конечном итоге человечество назвало бесчеловечным хотя во вторую боевую войну некоторые приемы этой первой мировой повторились но мы к чему ведем к чему я веду я веду к тому что на самом деле у войны все меньше совести поскольку воевать сейчас начали технологиями то есть вы сами видите дроны дальние ракеты по 300 километров дальние артиллерии по 40 километров и тот кто стреляет он не видит последствий на экране дрону эти последствия конечно вызывает радость и никак нельзя ощутить вот ту как говорится грязь или кровь как мне один в Москве рассказывал человек который три ордена славы имел разведчик был как он был шокировал и из всей войны запомнил самый страшный эпизод когда у него взрывом сорвало каску когда они лежали в воронке и он выпрыгнул из воронки чтобы эту каску поднять а в воронку прилетела снаряд и вот он прямо перед ним плюхнулась голова его друга в котором он был в воронке и говорит голова лежит и мигает глазами вот это говорит для меня настолько страшный эпизод войны что я пройдя все и кровь и так как разведчик он сам говорит и резал и все остальное но вот этот ужас войны его не оставлял долгие долгие годы но я думаю до конца жизни он его так и не оставил это ужас так как говорится ближнего боя и непосредственного участия те кто пройдут сейчас эту дорогу у них на всю жизнь останется это печаль и это печать вот этой безнравственности войны но многие придут героями никогда не видев врага в лицо никогда с ним не соприкасавшись и у них будет немножечко другое они будут рады они будут счастливы и они будут безответственны убили и убили как безответственно сейчас и политики некоторые которые мы видим в каком количестве губит воинов я имею цифры только с той стороны и они тоже абсолютно не обращают на это внимание потому что цели свои другие не воинские цели а политические поставлены в этой войне но чем же можно в конечном итоге грубо говоря оправдать войну мы неоднократно с вами разговаривали о том что есть такое понимание за други своя и это высшая степень человеческой совести когда человек идет защищать родину свою всех кто за его спиной и если гибнет за это то по мы можем понять им это человек святой то есть а святой это достигший высшей степени совершенства человека здесь даже оспаривать не о чем но есть еще одна у войны особенность которую мы очень редко видим хотя на самом деле она и есть главный мотив войны и главный мотив тех кто воюет и это то что война дело на будущее это задел на будущее война никогда не решает сегодняшних проблем государства так они в какой-то степени конечно меняются от побед от проигрышей все остальное но война как большая стройка это то что влияет на будущее страны поэтому тогда когда мы с вами видим даже некие не успехи или какую-то гибель в этой войне в войне нет неоправданных гибелей вот часто слышишь от корреспондентов неоправданная гибель это война как говорится есть война не было еще ни одной войны чтобы в ней кто-то не погиб неоправданных но только будущее покажет правильно воевали или нет за то что требовалось в стране воевали или нет вторая мировая война давайте с первой первая мировая война показала что нет и зато не поддержали вот эту историю что давайте воевать за какую-то чужую мы же не за себя вступили в первую мировую войну а так как были участниками коалиции и нужно было выступить в этой коалиции против немцев долго же уговаривали в том числе и раз путин уговаривал николая второго не участвовать в этой войне но все-таки вступили так как нельзя было не сдержать слово коалиции и это была можно так сказать достаточно позорная война для нас еще перед этим японскую проиграли точно так же но вторая-то мировая война оправдала вот эти надежды тех кто надеялся на будущее на другое будущее меня от мама пережила отец был просто фронтовик мама пережила все это и это мы считаем что что-то там в советском союзе было как-то не так она говорила свои восемьдесят пять девяносто лет что никогда так счастливо не жили что вот то что добивались она участвовала в тридцатые годы в молодежных движениях первая пионерка там была и так далее но все всю жизнь войну с двумя детьми на руках прожила муж на фронте и нам то сейчас кажется что же там за потери какие же там страхи сколько и у меня есть рассказов о том что что-то произошло не так в том числе с моим отцом он два раза получал похоронку и получал сведения о том что он геройски погиб но было все не совсем так с его частью не с ним а с его частью он действительно по-геройски выявил поэтому сейчас дорогие мои мы на мой взгляд должны воздержаться от глобальных оценок то есть за войной чаще всего все равно стоят политики а не народ поэтому когда мы начинаем но народ как говорится обвинять в том что не так что-то идет а то и презирать народ проигравший то вы знаете это не всегда оправданно как русский или советский народ доказал что даже понеся огромные потери можно возродиться и восстанавливать страну и честно говоря надо так надо сказать честно что немецкий народ который покаялся в войне что она была в том числе с его помощью огромное дело сделал по восстановлению как своей страны так и других вы не помните какие контрибуции это мы отказались контрибуции к немцам советскому союзу они ничего не платили а другим странам они очень много всего выплатили так вон и польша сейчас с них триллион триста требует хотя с кого кто там остался кто воевал и кто в этой польше нанес этот ущерб поэтому давайте избегать преждевременных оценок давайте избегать оценок обобщающих что вот там народ виноват или еще что-то давайте поддерживать всячески праведные силы и пусть они под руководством архангела Михаила с помощью божий победят а после вот самое главное что после вот после нельзя упустить ту возможность которую дают воевавшие и погибшие святые нам чтобы действительно не поднять страну и не сделать ее такой который достойно было их жизни и их гибели вот такой мой разговор про войну поэтому переживаем все молимся все но давайте без гнева без выходы и без уничижения других в том числе целыми народами здоровья вам всем мои хорошие радости ну и скорейшей нам победы аминь